Спасая жизни. Профессии медицинских работников всегда относились с большим уважением. Но в период пандемии, когда именно медики вышли на передний фронт борьбы с коронавирусом, их авторитет в обществе и народное признание выросли многократно. В преддверии Дня медицинского работника представители органов власти поздравили врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров прямо на рабочем месте. Василий Хатанзейский продолжит тему. В России День медицинского работника отмечают в 3-е воскресенье июня. В этом году праздник пришелся на 20-е число. В преддверии его представители администрации и собрания депутатов Ненецкого автономного округа поздравили работников здравоохранения непосредственно в медицинских учреждениях. Одно из них – Центральная поликлиника Заполярного района. Я хотел бы поздравить вас с наступающим днем медицинского работника. Задать вам огромное спасибо. Вся Россия сегодня знает работу медицинского сообщества, самоотверженный их труд, спасайте жизни не только в период пандемии, но и в период пандемии эта нагрузка на вас возрастает 5, а где-то и 10 крат. Вице-губернатор вручил работникам поликлиники от имени главы региона благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд на страже здоровья людей. Звание «Почетный врач Ненецкого автономного округа» удостоено участковый врач-терапевт Центральной поликлиники Заполярного района Александр Балабон. Получен медаль «Почетный врач Ненецкого автономного округа». А, наверное, заслуги мои какие, как ее добился, это, наверное, в результате длительного кропотливого труда и призвания коллег, понимания со стороны пациентов благодаря только этому. Профессиональное почетное звание «Почетный работник здравоохранения Ненецкого автономного округа» также присвоено медицинской сестре Ненецкой окружной больницы Зинаиде Зиминой. Она работает в сфере здравоохранения уже более 40 лет. Награда меня нашла неожиданно, поэтому я немножко смущена даже этим. Мы, операционные сестры, работаем не за награды. Наверное, призвание наше такое – просто работать. Благодарственным письмом президента Российской Федерации удостоена фельдшер отделения скорой медицинской помощи Наталья Ермолина. На скорой она работает 23 года. А вообще не ожидали получить награду? Честно говоря, нет. А какие вы чувствуете, когда вы у вас привели? Гордости, что я могу чем-то поделиться, рассказать своим родным, что я вот неплохой человек. В скорой помощи работают самые мобильные и отзывчивые медики. От их грамотного решения непосредственно на месте вызова во многом зависит жизнь пациента. В условиях пандемии коронавируса нагрузка на работников скорой помощи возросла кратно. Телеканал «Север» в свою очередь поздравляет всех медицинских работников Неницкого автономного округа с профессиональным праздником и желает новых свершений и побед в нелёгкой работе. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова